Люди, своими глазами наблюдавшие сход снежной лавины, утверждают, что начинается она с какого-то совершенно незначительного события. По крайней мере, оно никак не сопоставимо с тем, что потом вытворяет эта самая лавина – сметает на своем пути лес, постройки и зазевавшуюся публику. Причем начинается и заканчивается лавина всего за пару минут, и вот какая-то пустяковая причина через две минуты может обернуться настоящей катастрофой и трагедией. Возможно, что-то подобное сейчас происходит в Германии. Уже всем понятно, что Москва направила максимум усилий для того, чтобы сделать из Германии воплощение причины развала НАТО и ЕС. Насколько это правдоподобно, можно наблюдать по нынешней ситуации с Brexit в Великобритании. Наверное, полностью избежать противоречий между странами-членами ЕС невозможно. Да это было бы очень странно. Но выход из Евросоюза говорит о том, что противоречия вышли на фундаментальный уровень, и решение найти невозможно именно из-за глубины этих противоречий. Сейчас уже понятно, что Германия и Франция двинули Европу в сторону максимальной самостоятельности, которую они решили утверждать за счет отношений со Штатами. Британия же связана узами Союза со своим соседом по океану намного прочнее, чем все остальные. Великобритания и Штаты стали тем стержнем, который обеспечил стойкость сил коалиции в двух мировых войнах, и страны доверяли друг другу в самых тяжелых ситуациях. Поэтому антиамериканский крен ЕС в числе других причин и привел к выходу Британии из Союза и усилению связей с США. Именно этот аспект является определяющим, потому что освобождение от влияния США генерирует страна, которая была противником Британии во время двух мировых войн, и потому именно такая постановка вопроса не могла устроить Лондон абсолютно. Более того, ЕС не смог стать ключевым и самостоятельным центром формирования международной политики. Да, позиция ЕС важна почти во всех международных проблемах, но Брюссель так и не смог сформулировать собственную позицию, понятную для всех и отстаиваемую при любых обстоятельствах. Это значит, что ЕС стал маневрировать между Вашингтоном и Москвой, которая беспочвенно заявила о своих мировых амбициях. Самое печальное в этой ситуации то, что Германия действительно способна стать одним из мировых лидеров, но для этого надо иметь четко сформулированные принципы. Но Берлин принял тактику Франции, которая во время Второй мировой войны, а особенно после ее завершения, проституировала между центрами силы и в этом видела свою силу. В конце концов, Германия стала делать примерно то же самое. Конечно, она имеет на это право, но лидеры себя так не ведут, а будут принимать или не принимать правила игры, которые пишет кто-то еще. В частности, речь идет о той самой удивительной лояльности, которую Германия демонстрирует в отношении Москвы. Это вряд ли можно объяснить лишь тем, что Михаил Горбачев согласился с воссоединением Германии без кровопролития и ненужной тягомотины. Дело в том, что сама ФРГ потом потратила громадное средство на то, чтобы привести восточную Германию в состояние более или менее соответствующим положению в Западной Германии. В общем, это был тот еще подарок, но немцы уперлись и сделали то, что планировали. Ну а потом Совок и Российская Федерация вернули Германии отнюдь не все, что должны по подписанным после войны документам. Восточная Пруссия, а ныне Калининградская область, все так же остается оккупированной территорией, которая все сильнее превращается в полностью милитаристский анклав, подверг напичканный оружием, в том числе и ядерным. Более того, ФРГ получила огромное количество населения, покалеченного Совком, свой аналог наших ватников, что тоже стало довольно крупной проблемой. В любом случае, Германия помогала Совку перед смертью, продовольствием, деньгами и прочими необходимыми вещами. То же самое она делала и после распада Союза, оказывая помощь уже Московии. По большому счету, Германия сквиталась уже давно и за все, и потому считать себя чем-то обязанной стране, которая образовалась через 50 лет после начала войны и уже после присоединения Восточной Германии было бы глупо. Тем не менее, ситуация выглядит именно таким образом и на то есть свои причины, которые только сейчас начинают называть своими именами. Пока аккуратно и издали, но похоже на то, что процесс таки пошел. В общем, курс на отход от плотного союза со Штатами – суверенное право Германии, которое она могла реализовать как угодно. Только при этом не следовало бы забывать о том, что в 20 веке Европа получила две чудовищные мировые войны, и обе их начинала Германия. Еще больше надо держать в памяти те причины, по которым началась Вторая мировая. По условиям Версальского мира Германия получила урезанный суверенитет и в плане обороны и территориальной целостности, а кроме того была обязана выплачивать репарации победителям. С учетом того, что из войны страна и так вышла обессиленной, ее добивали еще и кабальные условия мира. Собственно говоря, эти условия были сформулированы Великобританией и Францией, в основном Францией, поскольку Британию всегда больше интересовали вопросы, связанные с морем, чем континентальные. Многие считают, что эти условия были чрезмерно жесткими, что сделало востребованными политические силы реваншистского характера. В общем, приход Гитлера или подобного ему деятеля к рулю власти был обусловлен подписями в мирном договоре на столе железнодорожного вагона в Камьенском лесу, вблизи Версаля. Окончание Второй мировой войны и условия послевоенной жизни в странах, проигравших войну, в частности Германии и Японии, уже диктовались штатами, и те поступили совершенно иначе, нежели союзники в конце Первой мировой. Вашингтон понимал, что оставить эти страны в разрухе и нищете, значит через 10-20 лет получить следующую мировую войну, поднявшимися к рулю власти реваншистами. Поэтому штаты пошли другим путем. Они провели полную демилитаризацию и начали восстанавливать, в частности, Германию. Знаменитый план Маршалла был направлен именно на это. Таким образом, нынешняя сытая, богатая и неповоротливая Германия – результат усилий США, которые были направлены на построение общества, в котором реванш невозможен. Все это к тому, что если в Германии действительно существует некое общее чувство благодарности, то расточается оно не по адресу. Однако же разворот направления движения страны неизбежно связан с личностью ее лидера. Его представления о месте страны в мире во многом задают тональность множеству решений, принимающихся на различных уровнях государства – от самого верхнего до нижнего. Как аналогию можно привести ситуацию в Украине, где высшее руководство страны считало Россию дружественной страной, которая не несет угрозы Украине в принципе. До 2014 года в отношении Российской Федерации не работал ни один орган разведки, а контрразведывательные мероприятия в отношении российской агентуры были просто запрещены. Такие решения принимались на самом верху и спускались вниз. Насколько можно понимать, общие тенденции в стиле муж и братья были настолько глобальными, что никого такое положение вещей не настораживало. То есть более или менее было понятно, сколько российских резидентов работает в Украине, но при этом в Российской Федерации не работало ни единой нашей резидентуры. Хотя бы такое положение вещей должно было насторожить профессионалов, но этого не произошло именно по тотальному настроению власти относительно России. Насколько можно понимать, то же самое произошло и в Германии. Во время правления канцлера Герхарда Шрёдера Российской Федерации была вычеркнута из всех мест, где описывается потенциальная угроза. А раз так, в Германию хлынули потоки российских шпионов, прикидывающихся бизнесменами и бизнесменов, прикидывающихся шпионами. Поскольку на высшем уровне были приняты такие решения, то и этажами ниже формировалось то же самое отношение. В итоге началась постепенная скупка политиков, чиновников, журналистов и прочих деятелей, которые создают фон любым политическим решением. Когда вся эта публика пришла в плотное соприкосновение с российскими спецслужбами, пошла череда скандалов о прослушках германского правительства ЦРУ и прочие вещи, которые начали работать на отторжение Германии от коалиции с Вашингтоном и, как следствие, на сближение с Москвой. К чему это привело, теперь видят все. Теперь бунты с интересом все чаще совпадают с Кремлем интересами. И это неудивительно, поскольку сам канцлер играл первую скрипку в этом грязном мероприятии. И вот Федеральная счетная палата Германии им провела расследование в отношении того, как экс-канцлеры ФРГ злоупотребляют собственными привилегиями. Поскольку в этом статусе Германия имеет лишь Герхарда Шрёдера, то расследование шло именно в отношении него. По действующему законодательству, экс-канцлер имеет за счет федерального бюджета пожизненное содержание, резиденцию, персонал сотрудников от секретарей до водителей. Считалось, что выйдя в отставку, бывший глава правительства не должен иметь нужды ни в чем и жить оставшуюся часть жизни, не порочая ими Германии. Однако Шрёдер использовал и использует сейчас все это для того, чтобы вести активную лоббистскую деятельность в пользу России и лично ее президента Путина, с которым он имеет близкие личные и деловые отношения. Более того, будучи руководителем структурного подразделения «Газпрома», чьи интересы он активно продвигает в Германии, а с недавних пор, занимая должность главы Совета директоров ПАО «Роснефть», находящегося под санкциями, Шрёдер получает такой доход, что в принципе не нуждается в государственном содержании. Тем не менее, он активно пользуется привилегиями для получения еще большего дохода. В общем, пока эти выводы не дают основания для того, чтобы выяснять суть отношений экс-канцлера с Путиным и Российской Федерацией. Сейчас речь идет просто о бессовестном злоупотреблении. Но, насколько нам известно, в Германии имеется достаточно мощная прослойка политических и государственных деятелей, которые хотели бы копнуть не просто поглубже, а до самого дна. Возможно, мы наблюдаем самые первые признаки того, что может превратиться в лавину и смести то коррупционно-шпионское гнездо, которое Путин свил в Германии. Субтитры создавал DimaTorzok